Доброе всем время суток! Мы сегодня поговорим про недельную главу и у нас сейчас необычная ситуация из-за того, что последний день Песоха за пределами Израиля два дня, он удваивается а в Израиле один день есть разногласия, разночтения некоторых в порядке недельных глав, которые потом изменятся и будет один календарь но сейчас в Израиле читают недельную главу Гдошим, потому что в предыдущий шаббат который здесь, за пределами Израиля был последний день Песоха, читали Ахараймод а мы читаем главу Ахараймод но мы не обсудили эту главу Ахараймод поэтому я позволю тебе сказать несколько слов и это мне кажется, так сказать, важный аспект который я думаю, что стоит обсудить недельная глава Ахараймод после смерти двух сыновей Аруна она обсуждает служение в Йом-Кипур и мы об этом говорили у нас здесь было видео про Абудат Коэн в Йом-Кипур и про служение Коэна в Йом-Кипур я не буду это повторять но я бы хотел затронуть необычный, на мой взгляд, момент сказано такую вещь специально подчеркивается, что Коэн должен одевать как хитон, тунику льняную и льняные штаны это очевидная вещь, что Коэн должен быть одет почему это подчеркивается? я бы даже обострил этот вопрос только еще, насколько я знаю в одном тексте Торы упомянута похожая фраза про одежду Коэна никто не помнит где? это тяжелый вопрос поэтому если вы не помните ничего страшного Давид? я не помню это хороший ответ значит в начале утренней молитвы мы говорим о отрывке которые называются Курбанот мы помните, что молитвы заменяют жертвоприношение когда мы учим не шальма по римсфатейну когда мы учим о том, как приносить жертвы мы как будто в некотором смысле духовном их приносим говорит Талму и отдельный вопрос нужны ли нам жертвы? что такое жертвы? если у меня будет мы как бы обсуждали но может быть это тоже хороший контекст ответить на этот вопрос я бы только дам одну идею такую в рамблик ее говорил многие другие люди что на самом деле что бы я не сказал вам кто-то другой вам не сказал никто уже почти две тысячи лет в еврейском мире не приносил жертвы и поэтому никто вам не может сказать что такое принести жертвоприношение в храмы мучное там или животное или возлияние или что такое это на что это похоже кто-то допустим и это на самом деле неправильно но допустим есть нерелигиозный еврей который является профессором какого-нибудь там Тель-Авивского университета в отделении каких-то еврейских дисциплин и он прекрасно знает все источники о том как нужно делать шаббат или тфилин такое может быть Давид Давид вы меня слышите? да да может быть такое да может быть я даже встречал таких людей в свое время когда был в Израиле и он очень хорошо знает технически какие-то вещи но с точки зрения Тора он не знает что такое шаббат и что такое тфилин потому что он никогда к сожалению не соблюдал шаббат и не накладывал тфилин сам поэтому невозможно знать о Торе потому чтобы Тору знать все равно нужно это делать и поэтому даже если мы это изучаем это на самом деле на другом уровне потому что мы доверим в это но все равно если мы это не делаем мы когда не знаем что это такое что как это чувствовать быть в состоянии чистоты и как это чувствовалось, когда находиться перед присутствием Всевышнего и думать, что это жертвами света. Я не знаю, как это. Поэтому это как спекуляции о будущем мире. Как Рафаэсс говорил, никто оттуда не приходил, в конце концов. Поэтому у нас есть какая-то ограниченная информация, которая нам нужна для выполнения нашей миссии. А увеличение спекуляции не всегда продуктивно. Так вот, возвращаясь к Йом-Кипуру. Очень интересно, что есть отрывок, который называется «Трумата Дэшен», который переводится как «Снятие золы жертвенника». Казалось бы, снятие золы жертвенника – это как раз бы техническая работа, как здесь говорят, «дженитер джоб», какая-то просто уборка какая-то, что вы принесли жертвоприношение, они сгорели, осталась зола. Ее нужно снять, нужно очистить, чтобы жертвенник был чистый и на следующий день могли снова приносить жертвоприношение. И здесь тоже сказано «Вылаваша коэн мидо бад, у мехнасэй бад ель баш ад бессару, и наденет коэн рубаху, или не знай, или не нынештаны наденет на тело свое». Очень похожее выражение. И многие комментаторы обращают внимание, что есть параллели между тем, что делал коэн в Йом-Кипур, и снятием золы жертвенника. И возникает первый вопрос, «Ём-Кипур самый святой день в году, коэн годольше является представителем всего еврейского народа, в идеале должен находиться на очень высоком духовном уровне, его готовят». А снятие золы жертвенника – это как бы уборщица, как бы в кавычках теоретически должна делать, но так как это жертвенник, это делает коэн, но это, казалось бы, самая непрестижная работа, самая, как бы сказать, если так можно сказать, грязная работа. Почему есть параллель между ними, Давид? Как вы думаете? Давид, вы понимаете вопрос? Напомните, пожалуйста, вопрос. Значит, одна работа – это убирать пепель, а вторая работа… Ну, это приноси… Это служение коэна в Йом-Кипур. Самая святая работа, самый святой день. Как может быть параллель между ними? Я вам скажу сразу, что есть одно объяснение, которое я сразу приведу, но я приведу, на мой взгляд, более детальное, глубокое объяснение. Но первое объяснение, его говорят Балей Мусар, что в Торе нету грязной и чистой работы, нету важной работы и неважной работы. И поэтому коэн, который чистит жертвенник, он находится на такой же высоте, как первосвященник в Йом-Кипур. И первосвященник в Йом-Кипур находится на такой же высоте, как коэн, который чистит жертвенник. Каждый делает свою работу. Да, и поэтому то, что вы делаете, это вот, если вы делаете то, что вы можете сделать, это вы находитесь на такой же высоте, как первосвященник. И Рамбан, у него даже есть такое выражение очень, что каждый человек может достичь уровня первосвященника. Имеется в виду человека, имеется в виду даже не евреи. И почему? Потому что у неевреев тоже есть заповеди. И теоретически праведный нееврей, который делает все, что требуется от нееврея, он достигает максимальной духовной высоты, потому что это то, что от него требуется. Понимаете, Давид? Да. Да, и есть такая притча, знаете, есть Мишлей, я по-русски переведу немножко, может быть, это будет коряво, ну, примерно сказано такая вещь, что глупость людей, так сказать, совращает их сердца или переворачивает их сердца, и они злятся или гневаются на Всевышнего. Очень странное выражение. И Виленский Гаун говорит потрясающую вещь. Как это понимать? Что иногда люди по глупости пытаются сделать то, что им очень тяжело. Например, я не имею в виду, что человек говорит, о, как я буду соблюдать шаббат, мне тяжело. Нет, шаббат должен каждый соблюдать. Но как, на каком уровне соблюдать? Например, возьмем учить Тору, потому что шаббат будет очень долгий разговор. Допустим, учить Тору, да? И учить Тору можно 5 минут утром, 5 минут вечером. И читать шма, можно 12 часов в день учить Тору. Правильно, Давид? Правильно. Так вот, мы с вами пойдем сейчас учить Тору 12 часов. И нам будет очень тяжело. Мы ничего не поймем. Мы будем плохо спать. И только нервничать. И ничего не выучим. И только расстроимся. И будем очень, как бы, даже, как бы, как говорит Мишлей, по глупости жаловаться на Всевышнего, почему нас заставили учить Тору 12 часов. И Велинский Гоун говорит, что это глупость. Потому что кто вам сказал, что Всевышний хочет, чтобы вы и я учили Тору 12 часов? Где вам с неба падала такая записка, что нужно 12 часов? Есть заповедь учить Тору. Но Всевышний не хочет от меня и вас, чтобы мы делали то, что для меня и для вас крайне тяжело и непродуктивно. Не путайте это с понятием продвигаться вперед. То есть, если я учу 10 минут, я должен постараться через месяц там 12 минут. Учить это в каких-то пределах. Но если мы с вами работаем или занимаемся какими-то делами, у нас есть, как где-то мы выросли, то, я говорю о среднем человеке, то ждать, что мы с вами будем учить Тору каждый день 12 часов, обычно нереально. Нереально. И более того, говорит Твилинский Гаон, царь Соломон называет это глупостью и намекает на то, что это оскорбление Всевышнему, потому что, как мы говорим, Твилин, Литву на то, Энми спар, то есть пониманию Всевышнего нету границ. То есть Всевышний понимает нас лучше, чем мы себя понимаем. И поэтому предполагать, что Всевышний, который поместил нас в это время, в эти условия, в эти обстоятельства, хочет нас заставить делать то, что мы не можем, это на самом деле оскорбляет Всевышнего. И поэтому это встречается несколько раз в Тории, в Талмуде, в устной Тории, так я бы сказал так, не вдаваясь в детали, что если что-то для человека крайнее, человек должен выполнять каждую заповедь. Есть, которая выполняется в наше время. Но заповеди можно выполнять разными путями. Так вот, если человек выбирает путь выполнения заповедей, который просто ему не по силам, это говорит о том, что Всевышний, это не то, что ждет от него Всевышний, это не является на самом деле хорошим выполнением заповедей. Парадоксально. То есть в такой ситуации для нас с вами сидеть и хлопать ушами 12 часов, когда мы ничего не понимаем, не является хорошей заповедью выполнения изучения Тории. Может быть, для нас час поучиться, хорошо с чашкой чая, понять в хорошей компании. Это то, что мы можем. Это вот Всевышний от нас ждет. Я не знаю, может быть, кому-то полчаса, кому-то два часа, три часа. Я не знаю, но каждый человек по-своему. Может быть, кому-то 15 минут. Я не знаю. Но если мы возьмем что-то, что за пределами наших возможностей, это не является выполнением заповедей. Виленский галун говорит, что мудрецы приводят пример, как гусеница превращается в бабочку. Вы не слышали эту аналогию? Давид? Здравствуйте. У вас есть Миша и Сума тоже. А, да. Хорошо. Миша, вы не слышали эту аналогию? Насчет бабочки? Насчет бабочки, да. Я вам приведу такой пример. Просто с биологией, так сказать, чтобы просто понять, о чем говорят мудрецы. Есть гусеница. Она выглядит как червяк. Да? Совершенно не похожа на взрослую бабочку. И потом, какое впечатление, что гусеница умирает. Она заворачивается в кокон, полностью растворяется, превращается в жидкость. И из этой жидкости строится тело новой бабочки. И потом вылетает бабочка. Да? Правильно? Я так логично объяснил? Алло? Да. Так вот, мудрецы говорят, во-первых, потрясающую вещь, что это модель воскрешения из мертвых. Да? Почему это и есть в природе? Это модель воскрешения из мертвых. Всевышний хотел нам показать, что это возможно. Казалось бы, тело разрушается, а потом восстанавливается на новом уровне. И даже есть мнение, что это модель избавления. Потому что воскрешение из мертвых, это тоже в некотором смысле избавление. Но здесь, на каком-то микрокосме каждого человека, это модель его духовного роста, говорит Виленский Гаон. Нельзя раньше времени завернуть гусеницу в кокон, и тот, кто разрежет кокон раньше времени, он убьет эту бабочку. Правильно? Это занимает какое-то время. И нужно, так сказать, с одной стороны, если гусеница отчаяться, перестанет есть, там, я не знаю, не будет продвигаться, то она подохнет. Но если она раньше времени выйдет из кокона, она тоже подохнет. Поэтому нужно идти в определенном темпе. И не бояться того, что есть изменения. И в конце концов, каждая гусеница превратится в бабочку. Каждая бабочка, она своя. Такая модель. Они не похожи друг на друга. Поэтому нету грязной работы и чистой работы в Торе. Это первое объяснение. Но есть еще одно очень интересное объяснение, которое мне кажется более глубоким. Давайте прочитаем Трумата Дэшу. И здесь сказано, я укорачиваю, вот закон о жертве всесожжения. Жертва всесожжения может быть возложена на огонь жертвенника в любой час ночи до утра. Во-первых, какая разница, при чем тут жертва всесожжения. Если мы говорим о чистке жертвенника. Вы поменяете, Давид? Нам нужно было сказать убери залу, помести ее туда-то. Почему вдруг говорится Тора Таула? И не сказано, что Ула это Кодыш Кудашим, самое святое жертвоприношение. И дальше еще более интересно сказано В Эшем Избе Ахту Кадбу. Огонь жена жертвенник должен гореть постоянно. Тоже не понимаю, как это связано с чисткой жертвенника. И дальше сказано Надень Коэн Рубаху Льна или Нэ Штаны надеть на тело свое, возьмет в залу оставшуюся с горячей жертвы всесожжения и положит подле жертвенника. После жертвенника. Весамо Эцелям Избеах. Давид, если ваша задача очистить жертвенник, зачем класть залу рядом с жертвенником? Как вы это понимаете? Чтобы все видели, что это до уборота может. Ну, во-первых, это утром, я это не знаю, кто там еще есть, но представьте такую аллегорию, опять же, прах на наши уста, вам нужно мусор вынести из кухни. И вам говорят, во-первых, вам рассказывают о каких-то там несвязанных вещах. Там, допустим, как готовить обед. Это не связано с выносом мусора. Тура-тау-ла не связано с выносом мусора. Потом вам говорят, не вынеси мусор на помойку, а возьми мусор, мусор на мешке и положи рядом со столом. Как это связано с выносом мусора? Есть даже мнение, что есть два отдельных заповеди. Одна это взять горшню пепла, положить рядом с жертвенником и одна заповедь очистить жертвенника, вынести пепел за пределы храма. Зачем нужно класть пепел рядом с жертвенником? Миша, как вы это понимаете? Я это не понимаю. Да, Рав Гирш, вообще это заповедь, Всевышний сказал это делать, но Рав Шимшон Рафаэль Гирш говорит потрясающую вещь. Жертвенник это наша духовная работа. И, кстати, мы не сжигаем жертвы, а нахну мактерим курбанот. Давид, вы помните, что такое катар? Это паровоз. Паровоз, да, но катар в Торе это пар. Поэтому катар на современном вреде это паровоз. Микторит это трубка, поэтому, помните? Потому что ле актир зелоли сров зелле афох машу ле катар. Это превратить что-то в дым. И это символизирует в глазах мудрецов превращением грубой материи что-то, что символизирует духовность. Так вот, каждый раз, когда вы хотите приблизиться к Всевышнему, служить Всевышнему, вас неминуемо будут какие-то проблемы, неудачи, разочарования. И граф Гирш говорит, это символизирует зала. вы не можете всегда сто процентов попасть в точку. Логично, Давид? Да. Поэтому Рав Гирш говорит, Тура говорит, что это Тура Таула. Вот так служит Всевышнему. И в Эштамид Тукатбой. Всегда должен гореть огонь. Не нужно, так сказать, просто нужно двигаться вперед, как я говорил. Поэтому было такое вступление. Поэтому огонь должен гореть всегда. У вас что-то получилось, у вас что-то не получилось. Огонь должен гореть всегда. Почему же вы кладете залу рядом с жертвенником? Рав Гирш говорит, это символизирует, что даже ваши разочарования, проблемы, неудачи, то, что вы не достигли, это тоже часть служения Всевышнему. Правильно? Поэтому ее не просто не выкидывают, а вначале находят рядом с жертвенником. Уже говорят, это тоже часть служения Всевышнему. И поэтому Коэн, который это делал, он одет в чем-то, как Коэн-Годоль, я не буду в это входить, и потом сказано, и снимет надежды свои облачиться в другие, как Коэн-Годоль он менял одежды, и потом он вынесет залу в чистое место вне стана. Это две разные вещи. Залу кладут у жертвенника не для того, чтобы очистить жертвенник, а чтобы показать, что даже наши неудачи это часть служения Всевышнего. Какая связь с Йом-Кипуром? Как вы помните, Йома-Кипурим наши проблемы, наши авунотва, хатаим, да, и грехи, они превращаются в, так сказать, субстрат, я бы так сказал, служения Всевышнему через раскаяние. Правильно? Поэтому в некотором смысле мы тоже кладем их рядом с жертвенником. Логично? Да. Да. Поэтому есть такая параллель. Так как у нас не так много времени, я бы еще хотел сказать об одной, на мой взгляд, необычной вещи. Сказали, давайте я сейчас это найду, сказали наши мудрецы в Тосефте такую вещь про служение Йом-Кипура. Каша, тумат, мигдаш, ва, кодашав. Намного, так сказать, тяжелое нарушение это нечистота храма и кодашав, то есть жертв или все, что называется кодаш. То есть, когда люди заходили в храм в состоянии нечистоты. Миколе вирот шабатура, что это тяжелее всех нарушений Торы. Очень сранная вещь, почему вдруг то, что вы зашли в храм в состоянии нечистоты, это тяжелее всех нарушений Торы. Шаколе вирот шабатура, миткапрод бе сейрехад, шинишлак ла азазель. Например, все, в Йом-Кипур, все прегрешения Торы искуплялись тем, что сталкивали вот этого, то, что называется по-русски, козел отпущения. Саир ла азазель. Бехад бешана, раз в год. Вэтумат мигдаш вакудаша, в миткаперет беколь ходыш вакудыш. Но нечистота, то, что человек зашел в состояние ритуальной нечистоты в храм, искупляется каждый месяц. Шенеймар, ла хэн хаани ни ума шеем вахуле. Что имеется в виду, что каждый рожходыш и каждый праздник приносит Саир, приносили другую жертву, он назывался Саир, чтобы искупить вот эту нечистоту, когда человек зашел в храм в состоянии нечистоты. Это очень странно, кажется, непропорционально, нелогично. Почему так выделяется эта проблема? Зайти в храм в состоянии нечистоты. Давид, как вы это понимаете? Не знаю. Миша, вы понимаете? Понять, что почему-то такая проблема большая? Да, почему все грехи, в Йом-Кипру искупают грехи, все грехи искупаются одной жертвой, Саир-э-Ха, да, вот этим одним козлом, которого сталкиваются с колой, но проблема нечистоты в храме, искупляется очень много жертвоприношений, каждый месяц, каждый праздник, и все остальные жертвы Йом-Кипура, это кажется непропорционально. почему? Понимаете вопрос? Козелок был для всей общины, но нечистота в храме, а индивидуала. Или для общины тоже, потому что есть тоже Курбан-Цибур. Может быть, и так, и так, но почему так много жертвоприношений, непропорциональное как-то внимание, непропорциональная ответственность за нечистоту в храме? Почему? Рак-Миламид говорит интересную вещь. Он говорит «Хатаэйтуматмигдашвакудашавмиватымбетабгамхаимунашемемеменунувимкольхатхатаимватуевот». Он говорит, что нам сложно понять, что такое Таара, духовная чистота, но мы можем привести такую аллегорию, что когда у человека заходит в храм в состоянии духовной нечистоты, он как бы действует на основании то, что он называет «бгамбэимуна». Какой-то недостаток, какое-то искривление видения мира, недостаток веры. И есть, как говорится, две большие разницы. Одно дело, человек знает, что нужно соблюдать шаббат, скажем. Да, он знает, но и он по ошибке, давайте другой пример приведем, я даже подумал, человек знает, что нельзя есть свинину или нельзя есть некошерные вещи. И он действительно искренне старается их не есть. Иногда по ошибке или еще хуже по слабости он съел что-то не то. И он раскаялся в этом. Это одна ситуация. Но совсем другая ситуация, человек не уверен, можно есть свинину, нельзя есть свинину, может это только фольклор, может кто его знает. Это Тума, понимаете, это Тумат Микдаш Вакудашав. И это намного сложнее исправить. Понимаете, Давид? Да. Поэтому на самом деле основное служение Йом Кипура, основные жертвоприношения очень интересно были связаны с этим моментом. Как он говорит, улам, улам, коль адам могил или фамили мацавим шева ему митурер лахшов ол тахлит хаяв, ол мошмута пневмит шел тавкит ши есть улам. Иногда каждый человек у него бывает момент, он думает о смысле жизни, как бы мы перевели. И он говорит, что у человека бывают такие, у каждого человека есть душа, иногда он задумывается на смысле жизни, но иногда он говорит, а, давайте лучше футбол смотреть. И он продолжает обычную, так сказать, шегра тхаяв, то это эквивалент того, что он приходит в храм в состоянии нечистоты. То есть есть некий нецц, как мы говорили, некий мешкан или мигдаш в душе каждого человека, место, где проявляется Всевышний, и каждый человек это чувствует. И если человек от этого отмахивается, то как будто он вошел в храм в состоянии нечистоты. И это очень серьезная проблема. И с этим намного сложнее справиться, чем с любым техническим нарушением. Потому что одно дело человек понимает, что это нельзя, и по какой-то причине он это делает, и он старается это исправить. Это намного легче исправить, если он не понимает, если он не уверен, если ему все равно. Вот в этом, так сказать, корень очень больших проблем. И на этом нужно сосредоточиться. Это то, чем у нас должна учить наша недельная глава Йом-Кипур. И последний момент, я еще хочу сказать несколько слов про так называемый козел отпущения. Саирли Азазель это не жертвоприношение, его сталкивают со скалы. И обычное объяснение детям в школе объясняют, что Азазель это скала, Эротскаша, как говорит Раша. Раша говорит, что Азазель это название скалы. Это просто объяснить. На самом деле многие комментаторы и многие источники древние источники например показывают на то, что Азазель это не просто скала. Азазель как-то связана с силами нечистоты. Саир это символ Исава, символ разрушения. есть намеки на ангела смерти и т.д. Я не буду входить в эти детали. Потому что это все аллегории, которые Азазела Азазела. Азазела, да. Вот. Так это в наших источниках. Да. И Рамбан Азазела Азазела, да. И Рамбан например прямо говорит нам нельзя служить или приносить какие-то жертвы или какие-то подарки каким-то силам кроме Всевышнего. Но как Всевышний как бы берет это от нас и дает это кому-то другому. Как это можно понимать? Это очень тяжело понять. И я это попытаюсь объяснить. Это все конечно аллегории в такой форме. Более того есть Медраж как говорит Раф Милами что в это время когда сталкивают этого козла этот сам ангел зла скажем так Митпоесу Митмогег Меров Нахад и он вместо того чтобы обвинять он как говорят перки дараби лезер Раа самих мем я его назову этот ангел разрушения шелу немца баэмб йома кипурим хет амар лифанав рибон кули улам еш лха амэ хат ким алах шар чебаш маем и вот ангел смерти или ангел зла говорит смотри у тебя народ как ангелы и это помогает и время в йом кипур как вы это все понимаете как это даже рамбан как бы намекает как будто это как шохот как взятка да как как это понимает миша как вы это понимаете я понимаю я слышал это тропа гинсбурга объяснение это взятка это бог хочет чтобы мы дали взятку его слуге потому что все даже дьяволы все сатан они все слуги бога они сделаны для того чтобы испытывать нашу и без этой работы у нас просто не было никаких наград но так мы перепароли и они исполнили что задание нас испытывать и бог хочет им дать взятку от нас да но это перевод и объяснение рамбана и других комментаторов но это не объясняет как вы можете давать взятку как только всевышний всем управлять почему нужно еще кому-то это прямая противоположность всему но это взятка как царь хочет наградить своих слух хороших слух и плохих слух и все эти нечистые силы тоже слуги бога но но почему мы должны в этом участвовать нам нельзя и это выглядело очень необычно для неевреев это выглядело как хасвэ шалом как намек на что-то что мы как бы служим не только всевышним что не так как это может быть то что вы говорите это что вопрос почему во первых это одно мнение раши так не считает но есть такое мнение во многих источниках и я вам приведу очень простое объяснение что делают с этим козлом отталкивают его отталкивают его не не режут нет никакого жертвоприношения которое что-то похоже его сталкивают почему его сталкивают давид почему вы сталкивают миш я вам объясню почему я вам объясню почему потому что чтобы мы не говорили это может быть символ ангела зла или исава разрушения желание разрушать желание порабощать или может быть это память о ненависти Саир как братья или после продажи Иосифа когда мы отталкиваем это от себя этим мы выполняем предназначение этих сил зачем существует зло зачем существует ненависть зачем существуют эти символы исавы все вокруг нас для того чтобы мы это оттолкнули чтобы мы сделали правильный выбор и мы это оттолкнули когда мы это отталкиваем эти силы выполняют свое предназначение поэтому вместо того чтобы обвинять нас как бы фигурально они нас хвалят это самое простое объяснение все остальное это аллегории поэтому ни в коем случае нельзя говорить что мы там пытаемся кого-то задобрить и у кого-то есть нет ни у кого нет влияния но просто что нам не хватает в емкий пур нам нужно оттолкнуть зло ложь идолопоклонство насилие ненависть вокруг нас беспричинную ненависть между и время как только мы это отталкиваем то все грехи искупаются между нами и Всевышним кроме вот этого вот гамба и муна недопонимания так сказать картины мира скажем о котором мы говорим все остальное Всевышний готов нам простить как только мы это оттолкнем и в этом глубокая идея емки пура и я думаю что мы достаточно сказали на сегодня и подумайте посмотрите как я всегда говорю не берите мои слова на веру и если у вас будут вопросы мы это обсудим вот и большое спасибо я желаю всем во-первых подумать и может быть почитать вот этот отрывок трумата дэшен очистка пепла как это переводит или золы хотя и слово трума всегда означает что-то возмышленное слово леарим и трума это пожертвование и трума это то что поднимают и всегда при службе храме трума что-то возмышленное и дэшен в танахе дэшен на современном это удобрение но дэшен в танахе это всегда что-то главное позитивное дэшан табашем наруши ты умастил мою голову маслом да это всегда что-то положительное дешно это это не это здесь пепел но это всегда парадокс это главное и важное поэтому это намекает на то что даже наши неудачи наши ошибки наши разочарования положите их у жертвенника часть служения всевышнего это важная вещь и второе помните что основа служения в Йом-Кипур это бгамба и муна какая картина мира у вас так ли вы это видите чувствуете ли присутствие всевышнего в вашей жизни обратите на это внимание и конечно в нашем мире вокруг нас постарайтесь оттолкнуть ненависть между евреями постарайтесь оттолкнуть зло и отрицательное то что вокруг нас спасибо